Йоу, чуваки, всем салют своем ухо. С вами Дуча. И это проверка футбольных лайфхаков Лионеля. Мисси. Как это можно вообще описать словами? Братишка, ты пьешь у нас литр энергетика прямо сейчас. Как ты думаешь, это возможно? Нет. Я считаю, это возможно. У каждого разный организм. Они пробежали, мы зафиксировали их данные. И теперь мы дали им препараты. Если это работает, я сейчас буду ваху. Три лайфхака лучшего футболиста планеты. Прямо сейчас. Я реально что-то понимаю. Ты сейчас серьезно? Отвечаю. Я охеренно. Я не знаю, не знаю, не знаю. Я не знаю, не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ты вообще не поверишь. Я с каждой видосой, блядь. Один оттенок, два. Я сожжу. Чуваки, всем салют. Это новая рубрика проверка футбольных лайфхаков. Те видосы, которые заверсились на весь интернет, на весь тикток, ютуб, инстаграм, мы их будем проверять. Ведь очень много футболистов действительно усложняют себе жизнь. Они на самом деле берут какие-то сложные вещи. Хотя можно все максимально упростить. Если это работает, я сейчас буду ваху. Друзья мои, футбольные лайфхаки это те вещи, которые всегда максимально пригодятся каждому футболисту. И сегодня у нас на очереди чемпион мира. Семикратный обладатель золотых мячей. И у кого больше мира нет, Ленель Месси, все прекрасно его знают. У него есть очень много футбольных лайфхаков. Ведь в июне месяце мы снимали про него ролик. Там, где я жил 24 часа, как он. И поверьте мне, очень многие вещи мы просто не показали. Специально для этой рубрики, которую мы оставили на январь месяц. Вы услышали фамилию Ленель Месси, вы знаете вечное противостояние мейстера Роналду. Если эта рубрика, сегодняшний этот конкретный ролик наберет 8000 лайков, я думаю, то мы продолжим эту рубрику. И уже следующая часть будет с кем? С Криштианом Роналду. Поэтому 8000 лайков, все в их руках, бро, мы будем проверять лайфхаки Роналду. А там, братишка, утяжелители, различные упражнения на скорость. Как быстрее? Ну, ты же сам знаешь, сон и так далее. 8000 лайков и вторая часть, пацаны, с Роналду, вот просто моментально монтирует, моментально снимается, поэтому все в ваших руках. Неймар Джуниор, Джейми Варди, Лионель Месси. Братишка, эти все люди, они, ну ты видел, я думаю, как часто они пьют энергетики, пацаны. В развивалке таких команд, как Ливерпуль, Эвертон и другие, ну вы видели 100% перед матчами, прям отдельно в угле комнаты, стоят такие ингредиенты, как, братишка? Энергетики, Рэдбул, собственно говоря, все его знают. Бананы. Вы все это видели, и вы наверняка задавались вопросом, как бы, ну, в принципе, энергетики есть, они, как бы, все знают в мире люди. Как они действуют на организм, их тоже не знают. Многие же футболисты тупают, ребята, это перед матчами, и как бы все говорят, что это им как-то помогает. Да, я пью его много, если быть честным. Не сильно много, потому что не рекомендуется. Но перед играми, перед тренировками, это мой напиток. Я пью его, когда выхожу на поле. Я ввел его в свой режим, и он дает мне нужную энергию. Рэдбул для меня лучше, что мне нужно выпить. Все думают, что они, как бы, дают энергию, но как именно это проявляется? Ведь такой человек, как Джейми Варди, друзья мои, он пьет по литру энергетика перед каждой тренировкой. Мы пригласили троих парней, они играют в местной команде. У нас есть Кирюха, есть Влад. Влад, Ваня. Они пробежали тест 7 по 50, пацаны. Это стандартный тест для каждого украинского футболиста. Каждый его бегал в Дюфэл. Ты 7 раз бежишь 50 метров. Все максимально понятно. 3, 2, 1. Побежали, пацаны, да, да, 7 по 50. Зачем мы это сделали? Мы зафиксировали показатели пацанов. Их, в принципе, физическое состояние. И на словах, и на физическом состоянии с помощью датчиков, пацаны. Четкое сердцебиение, расстояние, их результат и так далее. Пацаны пробежали, и прямо сейчас вы видите результаты пацанов. По сердцебиению. Пульс, они даже не напряглись вообще-то. Ну, Влад 161, что-то. Подсел, да, немного? Ну, так он был самый быстрый, да? Я спросил у них, они, в принципе, были максимально еще готовы бежать. То есть не сильно они такие устали. И затем мы дали каждому из них абсолютно разные препараты. Братишка, ты пьешь у нас литр энергетика прямо сейчас. Поехали. Хорошо. Литр? Пошел, литр. Процесс пошел. Одному мы дали энергетик Red Bull литр. Этого энергетика. Еще один. Второму мы дали что? Кофе. Ладно, как ты кофе. Литр. Литр кофе. Пацаны, капучино. Капучино мы ему насыпали. И третьим. Это нормальное дело. Просто открываешь и сосешь его. Сразу. Такой препарат, пацаны, конкретно в Украине, который мы сегодня разберем. Препарат под названием Стимул. Стимул, друзья мои. Дуччи играл в первой лиге Украины. Я думаю, он сейчас вам расскажет лучше, чем я. Стимул, я постоянно пробовал его перед игрой. Мне доктор давал 2-3 пакетика, чтобы не так уставать. Но с научной точки зрения мы никогда не пробовали никаких датчиков. Я не знаю, как оно работало сердце во время того, как я играл. Поэтому сегодня мы... Сегодня мы проверим, друзья мои. Работаешь, братишка, работаешь. Мастер, ты так заработаешь. Мастер, мастер, мастер. У каждого разный организм. Они пробежали, мы зафиксировали их данные. И теперь мы дали им препараты. Пацаны, препараты, которые по наслышке способны увеличить твое состояние в плане энергии на футбольном поле. Сколько? 140. Поднялся? А ты чувствуешь, что пульс бьет? Да, сейчас я чувствую. Ты не ходи. Ля, старый, скорая помощь еще есть. Отвечай, реально, сейчас хочу. Скорая помощь есть. Отвечай, нет. Готовь? Тихо, 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 тихо. О, я реально чувствую. Ты сейчас серьезно? Отвечаю, чувствую, понимаешь. Пойдем. Йо, партишка, давай с тобой построим цепочку, которая будет 27 января совсем скоро. 27 января, 10 часов вечера, Манчестер Сити, Арсенал, наш украинец Александр Зинченко. Как вы помните, совсем недавно он выступал за Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиола. И как меня сейчас прекрасно понимает абсолютно каждый футболист, что это такое играть против своего бывшего клуба. Нервы, стресс, ты себя неуверенно чувствуешь, тебе борются сразу же два состояния. Это ты переживаешь, и у тебя есть огромное желание доказать всем и всему, что они ошибались. Сможет ли Саша Зинченко это сделать уже 27 января в составе Арсенала? Выйдет ли он в стартовом составе? Как он себя покажет? Лично я, конечно же, буду наблюдать за этим матчем 27 января, но не один, а мейс с компанией Паримач. Что будем легальным брендом? Ведь именно компания Паримач предоставляет бонус в размере 300 гривен бесплатно для тебя на первую ставку. Переходишь по ссылке, у тебя нет аккаунта, регистрируешься и получаешь 300 гривен на свой счет абсолютно бесплатно на первую ставку. Ссылка в закрепленном комментарии каждый выпуск. Не забудь это сделать, ведь нашему украинцу очень сильно будет нужна именно твоя поддержка. Ровно так же, как и мне в проверке сегодняшних лайфхаков. Пастерлайк, мы начинаем. Ну что, мы переходим ко второму лайфхаку, он будет связан, собственно говоря, с бутцами. С тем, что мне постоянно пишут в Инстаграм, в ТикТок, Муха, что делать, если бутцы большие? Муха, что делать, если бутцы маленькие? Пацаны, вот сейчас вы увидите лайфхак, если он будет правдивый, то вы будете меня благодарить. Я буду бахнуть. Потому что вы слышали такие варианты, как стельки, носки, носки засовывать, горячая вода. Это все скучно, это все неинтересно. Мы нашли вариант с морозильной камерой. Беру свои бутцы и заливаю туда Кока-Колу. В одни они залили Кока-Колу, в другие они залили обычную воду. Во время замораживания выделяются вот эти газы, которые Кока-Кола очень... Плотность, плотность в Кока-Коле выше, чем в воде. И за счет газов, которые будут выходить во время замораживания, как будто бутцы будут становиться больше. У тебя бутцы, которые не порвались, которые охуенно, у тебя просто выросла нога. Прямо сейчас лайфхак для вас. Если он сработает, это будет просто какой-то... Я охеряю, если честно. Дорогие друзья, для того, чтобы замерить конкретно показатели бутцы, сантиметра, расширение дуча, будет мерить, собственно говоря, эти бутцы прямо сейчас. И мы зафиксируем по его стопе, насколько лайфхак правдив. Фиксация идет. И фиксируем, друзья мои. Полностью вприты. Так, и здесь чуть-чуть есть место. Вот видите, вот буквально мой ноготь. Мой ноготь есть место. Здесь абсолютно все впритырочке. Итак, мы зафиксировали, снимаем. Прям как в девушке, смотрите. Подожди, аккуратно. Получается вот такая вот конструкция. Хуею. А, у меня бутцы дырявые. Пацаны, наливаем кока-колу в бутцы. Все, они готовы. Так, пацаны, бутцы полностью наполнены. У меня тоже. Чуть-чуть что-то пропускает. Мы не берем этого внимания. Похуй. По анали. Подожди, подожди. Это нам похуй. У нас есть второй пакет. Лайфхак пошел не поплавлено. Чуть-чуть пакетик был дырявый. Собственно говоря, как есть собеседник мой. Не течет, победа. Ставим в морозильную камеру ровно на, ну я думаю, где-то плюс-минус 1 час. Нам этому хватит. Ставим в морозильную камеру. О, батончик мой. О. О, это мой нахуй. Долбоеб. Друзья мои, ну что, я думаю, пришло время к лайфхакам Лионеля Месси. Три лайфхака лучшего футболиста планеты прямо сейчас. На улице прекрасная погода, это значит только одно. Эксперименты получаются очень приятными. Начнем с лайфхака о жевательной жвачке. Я думаю, ты часто видел, как Лео Месси во время матчей, тренировок постоянно жует жвачку во рту. Типа, я лично, когда я играл в футбол, братан, мне жвачка, я пару раз пробовал, пипец, как неудобно. Как утверждает Месси, ему жвачка помогает расслабиться и помогает меньше устать на поле. То есть он ее жует, и как-то так получается, что он меньше устает на поле, плюс он меньше нервничает. Рассказывай, что сейчас будет происходить. Мы видим футбольное поле. Эту линию мы видим, ту линию поля конкретно. Жвачка. Я бегу отсюда, до той линии поля и обратно. Мы засекаем по секундомеру, мы засекаем по пульсометру. Далее я употребляю жевательную резинку, ее жую. Поехали! Давай, Форест! Форест Гамп! Я в тебя верю, а что ты наискать бежишь? 12 секунд! 13! 14! 18! 19! 20! 21! 21,56. Эксперимент проводился без жевательной резинки. Прошу заметить задышки. Ее нет. Поехали, пульс. 20,26. 26. Похуй, блядь, задние подзабились. Похуй, пусть и похуй. 29. Вывод какой мы делаем? Время увеличилось на 2 секунды. А то, что я просто классно упозже ебать. Да не, серьезно? В плане психологического состояния, брат, я хочу сказать, что ничего не дает. Ну мы же не на игре, брат. Я согласен, что этот эксперимент нужно проверить намного жестче. Есть ли на этом ролик? Собираю сколько, скажем. 9 тысяч лайков? Я организовываю матч, пацаны. Матч. Или я буду за кого-то играть, или я сам организую снова шоу-матч. Мы протестируем жвачку в реальной игре. С реальным давлением. С реальным давлением. Но прежде чем после вы слышите второй и третий лайфхак о Лео Месси, я хочу провести еще один лайфхак, друзья. Я увидел видос в интернете, там где абсолютно четко люди утверждают. Прямо сейчас вы видите это видео вот здесь. Мяч необходимо накачать. А как назло у вас не оказалось иголки для насоса. Не стоит откладывать тренировку. Воспользуйтесь медицинским шприцем, а точнее его иглой. Установите иглу на насадку насоса, как показано на видео. С помощью иглы возможно накачать футбольный мяч. Прямо сейчас мы собственно это тестируем, друзья. Напишите в комментариях, как вы думаете, получится это сделать или нет. Твой прогноз? Максим, нет. Я думаю, что никак, Кирилл, не получится это сделать. Как ты думаешь, что это возможно? Нет. Я считаю, что это возможно. Смотри, объясню. Игла, по сути, там наконечник абсолютно ничем не включает. Мне кажется, что вообще пробьем мяч его. Поэтому если я пробью... Мне кажется, когда она качется, мы сейчас его можем лопнуть легко. Кого? Если иглу сейчас сунем. Дуч, ты думаешь, что он сейчас пробьем его? Уверен, ебать. Там же камера, брат. Там же камера, Миша. Там же камера. Мяч пробьем, там же камера есть в мяче. Ты думаешь, что мы пробьем мяч? Ну, если мы всунем, прям ебать. Мы сейчас будем всовывать иглу в мяч. И если это работает, то я сейчас буду в ахуе. У тебя мяч спущенный, нету иглы. Есть насос, нету иглы. Но есть аптека. Если мы сейчас пробьем мяч, пацаны, лайк, даже стать моментально. Поехали, пишем. Бля, ебать страшный. Аккуратно всовывай, блядь. Похуй. Тихо. Да нет, сейчас лопнет, сейчас лопнет. Лопнет, по-любому. Там же камера, брат. А ну качай, качай. Брат! Качается! А не лони! Ебать! А не лони! Ебать! Ромать! Ну, понимаете, он бы накачался. Просто они сейчас рядом 20 минут качать. Пацаны, качки были, не пробился. Если у вас нету иглы, то блядь, шприц. Подойдет. Что нужно поставить? Брат, а мы рисковали мячом. Я заболел. Давай попробуем полностью его накачать. Мы же уже начали. Мы же накачаем полностью, брат. Не нужно проверить. Да мы его не накачаем, ебать. Да накачаем. Да ты что орешь, ебать вообще. Давай, давай. Ну в этом суд эксперимент. Да он не качает, родной. Ну пизда. Слышишь, воздух нахуй? Какой нахуй? А, руки! Ты дебил, воздух идет вот отсюда, блядь. А не в с иглы, блядь. Ну, поехали. Блядь. Второй лайфхак Ледоля Вейс, от которого я был в шоке, потому что, ну, типа, как это можно вообще описать словами, но это, возможно, действительно работает. Это шнурки, брат. Типа, зашнуровать бутсы, и как бы за счет того, что ты их правильно зашнуруешь, у тебя улучшится удар или улучшится твоя передача, тебе будет как бы комфортнее. То, что он говорит, это, что его голеностоп максимально четко был в одном положении. Нашел это положение голеностопа за счет этой шнуровки бутсы, и он ее применяет уже очень многие годы. Достает углы, по-моему, достаём сначала углы. Есть. Так, дальше, что делать в левом месте, друзья мои? Он продевает вот таким вот образом. Раз. Да, да, да. И продевает, и... Смотри, смотрите, блядь. Да, 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 Кирилл, да, 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 да. Вот, вот. Вот, 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 вот этот узелочек, это очень и очень важно. Всё правильно делаешь, Кирилл. Псовываем в дырочку, раз. Так. Великолепно, да. И так же с другой стороны делаем этнично. И сейчас мы делаем финт. И вот. На. Честно скажи, как? Ну, удобно. Не, ну, оно не передавливает, понял, вот. Да. Как можете заметить, что данный лайфхак работает. Ну что, Анна, я тебе говорю, это всё шнуровка бутсы. Это всё шнуровка бутсы. Это Лео Месси, ебать, старый. Вот, видите, ну видите, шнуровка бутсы называется хаотично. Разбег. И вот. Ну какая шнуровка бутс не... После третий лайфхак Лео Месси предлагаю его прямо сейчас разобрать, озвучить. Он связан с его фирменным чаем мат Мы протестировали данный вопрос еще в июне месяце Поэтому прямо сейчас я предлагаю это все дело подытожить Именно с чаем мат В этот раз мы его не заказывали, мы его не пили Потому что лично я его напился очень много в июне Озвучил Эфхак Ленеля Месси, который сам Месси рассказывал неоднократно Зачем он пьет этот чай Месси говорит, что он его пьет перед матчем, перед тренировками утром Для того, чтобы зарядиться энергией Мол, этот чай дает тебе энергию, брат Но ты же помнишь, мы пили в июне месяце его И я тогда ходил по городу Я тогда, кстати, еще тренировался Я его выпил, помнишь, я пошел тренироваться, пацаны Все прекрасно помните этот ролик про Ленеля Месси 24 часа Если ты еще его не видел, обязательно посмотри Потому что сегодняшний ролик мы разбираем в лайфхаке Месси И там я жил 24 часа как чемпион мира Я могу сказать, что абсолютно никаких энергетических потоков его не дает Он лишь терпкий И, ну, возможно, если его выпить в какое-то энергию количество доз То есть, ну, возможно, что-то случится, если ты выпьешь его литр Когда, допустим, вы пили энергетик, но снова таки Поэтому этому лайфхаку мы ставим Большой жирный минус, друзья мои, это действительно так Ну что, братишка, мы имеем лед Прошло где-то полтора-два часа Пацаны, кола чуть-чуть похуже замерзла Типа здесь сейчас это не сработает, но я вообще разочаруюсь в этом лайфхаке Потому что я на него ставил пиздец Пацаны, мне очень интересно Чисто куски льда, пацаны, достаем Время, как говорится, примерки Я не знаю, напишите в меня в комментариях прямо сейчас Разморожение ты угадаешь Ебать, холодное Ебать, подожди, брат Ты посмотри, это правый, брат Видишь, типа меньше стало Бля, брат, отвечай, нахуй Типа они стали, ну типа больше, нахуй Они свободнее стали Фиксируем, друзья мои Тогда этого места не было У меня тогда был только ногой Посмотрите, у меня сейчас тут помещается полпальца Посмотрите Да здесь тоже, брат Конечно, конечно Чуть-чуть есть место Вот, видите, вот буквально Если у вас есть бутсы, которые на вас малы Вы можете использовать пайпхак, пацаны И вы можете еще пробегать там полсезона, сезон В своих бутсах Бля, охеренно, на самом деле Я рад, что это Мы на него ставили, пацаны Давай же сделаем результат, что лучше Расширила бутс Ну, это, право, право Кола Ты заявляешь, Кола Мне же просто не так ощущалось, понял Вот, право именно реально дало, типа, знать Понял, у меня же оно прям пизда притыка Сейчас, после Колы, типа, реально немного, ну, свободное стало У меня есть еще один сумасшедший лайфхак с Колой И он снова связан с бутсами Действительно ли Кола остирает твои убитые бутсы до блестка? И сделает это лучше, чем вода Пацаны, а я вам хочу сказать, что он уже в моем инстаграм По ссылке в шапке профиля Переходи и подписывайся, чтобы посмотреть, что из этого вышло Братишка, ты кофе у нас пьешь Эксперимент начинается Десять раз, два, три, четыре Я реально чувствую, понимаешь Ты сейчас серьезно Отвечаю, чувствую, понимаешь Ванек, Ванек, как у тебя? Ну, есть, да? Да, есть, немного Поменялось? Немного есть, сейчас посмотрим Что чувствуешь? Чувствую Энергию Братишка У меня все хорошо, я в порядке Кофе, кофе, да Стой, пошли на исходы 139 это херня, но просто ты стартовал с 60, понял? У тебя в дворах все проблемы Брат, аккуратно, смотри, если будет плохо, то ты скоро есть Скоро, скоро есть Я охерел Потому что он сразу же говорит, что подскочило сердечко Сколько? На 15 Он начинает чувствовать, если мы не ошибаемся, прямо сейчас вы видите данные Кирюхи, когда мы были прямо на месте Паларщик Дэн, который специалист по паларам, говорит сам своим ртом, что у него подскочило давление У него подскочил пульс, и они начали бежать Давай, давай Ебать, дали рывочку Это как Кирилл, давай Ебать, Кир Да, давай, так мир оттуда Ебать, что ты творишь, старый, аккуратно, ебать Ваня, довоняй его, блять Ваня, энергетик, давай, блять Киря, 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 аккуратно, киря, киря, киря Киря, 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 тихо, 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 киря Сколько, 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 сколько Не, ну у него пульс начал падать, значит давление раскладывается. Брат, по состоянию, сразу состояние. Чувствуется, да? Да? Да. Стимул дает? Да. Очень. Стимул страшный. Не, голова просто кружится. Голова кружится, ебать. Так, дождь, сколько? Что мы можем сказать? Что результат ухудшился абсолютно у всех на пару секунд, но можно, конечно, сделать замечание того, что как бы они бегали второй раз, пацаны. Мы делаем это скидочку. По состоянию, по самому, я удивился снова-таки с Кирюхи. Он говорит, что типа, ну, это страшная тема. Стимул это страшная тема. Дальше мы идем, это энергетик. Первые 30 секунд вроде нормально, а потом уже пошло. Типа, работает, да, энергетик? Да, есть. В хуём ключи работают? Не, ну иногда и в хорошем. Но вначале я почувствовал, что у меня прилив сил есть. Есть, да. То есть, как ты считаешь, этот миф подтверждается, что энергетик дает? Я думаю, да. То есть, какой мы можем сделать вывод, исходя из энергетика? Посмотрите, что вначале вы можете почувствовать на расстоянии 5 минут, возможно, ближайших, да, какой-то прилив сил, если ты выпьешь литр энергетика. Да. Но в целом, не знаю, как это работает, возможно, стоит поехать к Жеремеваре, друзья мои. Если вы наберете на этом ролике. Брод, ты как? Я после месяца почувствовал, что я устал. Почувствовал, есть? Да, да, да. Из-за кофе? Да. И желудок полный максимально. Мы можем подвести итог, то, что ничто вам не поможет, если вы не готовы. Больше все-таки рекламный маркетинговый ход, типа, как бы, что мыло энергетики, закупайте. Именно стимул, он прям максимально себя показал, максимально проявил свои качества. По состоянию, скажи, сразу состояние. Чувствуется, да? Да? Да. Стимул дает? Да. Очень. Стимул страшный. 8 тысяч лайков Криштиану Роналду, 9 тысяч лайков, и будет реальный большой матч. И в этом матче мы будем использовать все возможные лайфхаки, которые мы найдем, или которые, кстати, забыл про это сказать, напишут нам наши дорогие зрители, которые сейчас смотрят. Пишите в комментариях ваши лайфхаки, которые мы проверим. Друзья мои, новая рубрика, новый эксперимент. Если вам понравился данный видеонатериал, лайк, подписка на канал, плыви нас без подписки. С вами был Муха, с вами был Дуча, и дальше будет еще больше. Всем пока!